Субтитры создавал DimaTorzok И я, ознакомившись с этой статьей, просто не могу не ознакомить с ней своих слушателей и не прокомментировать какие-то моменты, если у меня, конечно, останется на это время, которое, как обычно, отводится для подкаста, чтобы оно как-то входило в формат 20 максимум минут, ну, может быть, 30, если уж статья получится такая длинная. Итак, кто родился в Рождество? 25 декабря христиане-католики всего мира дисциплинированно отмечают важный религиозный праздник – Рождество Христово. Мы все видели по телевизору, как у них там все становится красиво и весело в это время, развешиваются много разноцветных лампочек, те, у кого еще есть деньги, покупают себе подарки, в общем, как говорится, веселится и ликует весь народ. По телевизору, особенно западно-культурному, вообще все выглядит значительно лучше, чище, красивее и веселее, чем в жизни, ну, вообще для этого телевизор и придумывался. В России до победы иуда-демократии Рождество праздновалось весьма скромно и незаметно. Только попы и сильноверующие устраивали какой-то цирк с молебнами, обрядами, а основная масса населения не обращала на это никакого внимания. И правда, ну какой же это праздник, если его даже выходным днем не сделали? Мы тоже долгое время жили, как все, наивно, полагая, что праздники придуманы для блага людей, и, следовательно, чем больше праздников, тем лучше. Постановка вопроса. Где свидетельство о рождении? Лишь несколько лет назад, в начале нового тысячелетия, начав тщательно изучать Библию и занимаясь подготовкой к изданию книги «Библейские картинки» или «Что такое Божья благодать», кстати, первый тираж этой книги был издан в начале 2008 года в городе Харькове, ну, я не буду зачитывать ICBN, потом, по слухам, книга переиздавалась еще не один раз. Мы обратили внимание на некое сироство даты рождественских праздников 25 декабря. Эта дата появилась из ниоткуда. Но нам не удалось найти никаких сведений, подтверждающих общепринятую информацию о том, что Иисус Христос родился именно в этот день. И еще мы никак не могли понять, почему точно известен только день рождения Сына Бога. Сразу нужно отметить, что по терминам «бог» мы, и я в частности, понимаем человека, достигшего высокого уровня эволюционного развития, позволяющего влиять на пространство и материи. Церковники понимают под этим совсем другое, нечто такое невразумительное, четко неопределенное, но якобы требующее постоянного внимания и подношения со стороны верующих. Итак, интрига. День рождения Сына Бога известен, но совсем неизвестен год его рождения. И почему римские католики считают днем его рождения 25 декабря, а ортодоксальные христиане, это русская христианская церковь, непоколебимо празднуют это же событие 7 января? Как все это совмещается в одной и той же религии, и где же все-таки правда? Поиски по главному первоисточнику Библии ни к чему не привели. Там с датами и именами вообще обстоит все дело очень плохо, вернее, очень хорошо, настолько хорошо, что невозможно ничего ни проверить, ни доказать, ни опровергнуть. Там фараоны и неудейские цари сплошь безымянные, но зато скорпулезно приводятся даже имена проституток, если они были иудейками, и оказывали услуги иудеям, как, например, блудница Раф, предавшая жителей Иерихона. Это в книге Иисуса Новина, глава 2. То, что в Библии не приведено ни одной нормальной даты, нас долго раздражало, но потом мы смирились, так как с этим уже поделать было ничего нельзя. Но то, что в этой якобы священной книге так скромно описано рождение Сына Божьего, как его называют попы, очень сильно удивляет и настораживает. Как же это так? Почему это такое пренебрежение? Почему не записано, не запечатлено в камне каждое мгновение этого события? Можно подумать, что сыновья иудейского бога иегова рождались у них каждый месяц, и им страшно надоело описывать рождение каждого такого ребенка. Судите сами. Ниже мы приводим практически всю информацию касательно рождения Иисуса, содержащуюся в Новом Завете Библии. В Евангелии от Матфея сначала перечисляются предки мужа Марии и Иосифа. И все это выдается в качестве родословной Иисуса, однако в этом же Евангелии написано, что Мария уже была беременна, когда выходила замуж за Иосифа. Цитата. Прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Матфей 1.18. То есть Иосиф, плотник из колена Давидова, не имеет к этому делу совершенно никакого отношения. А дате появления на свет младенца, к рождению которого якобы имели отношения потух сторонней личности, выступавшей на земле в качестве богов, ничего не сказано, ни одного слова. В Евангелии от Марка ни слова не сказано ни о зачатии, ни о рождении Сына Божьего, ни о Марии, ни об Иосифе. Там вообще все начинается с некого Иоанна, который крестил всех желающих водой. Об Иисусе Христе там упоминается только, когда он уже взрослый, сам приходил креститься к Иоанну. В Евангелии от Луки уже дана другая трактовка этим божественным событиям. Там некий ангел провел политинформацию непосредственно с Марией, передав ей четкие инструкции. Цитата. «И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Это Лука 1.31. На процессе нерождения малыша упомянуто тоже очень скользко, будто родился щенок у дворяги, а не сын Бога, как утверждают библиописцы. Цитата. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Три. «И пошли все записываться, каждый в свой город». Четыре. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемым Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова». Пять. «Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна». Шесть. «Когда же они были там, наступило время родить ей. Семь родила сына своего первенца, испленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Много информации. Евангелие от Иоанна начинается вообще интересно. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Отвлекусь на секунду, когда-то я сломал просто себе голову над этой фразой, и когда я понял, что я ничего не понял, наконец-то я понял, что понял что-то божественное. Вот я сказал, ну, в общем, понимай, как хочешь, дело не в этом. Там тоже более-менее связанное повествование начинается с пророка Иоанна, который крестил публику водой. И потом появляется уже взрослый Иисус, тоже возжелавший покреститься. Вот и все. И никаких дат, никаких событий, за которые можно было бы зацепиться, чтобы точно определить хотя бы что-нибудь. Во всех Евангелиях, громко именуемых в Библии, «Святое благовествование». Об этом величайшем событии, рождении Сына Бога, написано до неприличия мало. И что удивляет больше всего, ни одной даты, ни одного настоящего имени, ну, или названия населенного пункта, по которому можно было хоть что-нибудь определить, складывается твердое впечатление, что Библия писалась не для того, чтобы о чем-то рассказать, а для того, чтобы что-то скрыть. Придется исследовать этот вопрос более тщательно и серьезно. Постановка вопроса. Откуда взялась дата 25 декабря? Найти точную дату рождения Иисуса Христа нам не удалось, но зато нам удалось кое-что узнать о самой дате 25 декабря. В фильме «Дух времени» Зейд Гэс, документальный фильм США, режиссер Петер Джозеф, мы впервые услышали информацию, которая вызвала у нас не просто удивление, а безмерное удивление. Оказалось, что у Иисуса Христа было несколько близнецов по судьбе, тоже родившихся именно 25 декабря, но это еще не все. Оказалось, что некоторые из этих близнецов тоже были распяты, и тоже все как один воскресли, некоторые тоже через три дня. Например, вот такие вот экземпляры. Приветствуем. Гор, Египет, 3000 лет до нашей эры. Родился 25 декабря от Изида Девы. Когда он родился, загорелась звезда на востоке, при помощи которой три царя нашли место рождения спасителя. В 12 лет он учил детей богача. В возрасте 30 лет принял посвящение от человека по имени Ану. У него было 12 учеников, с которыми он совершал чудеса, исцелял и ходил по воде. Его называли Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Агнец Господень и другие. После предательства Тифоном Гор был распят на кресте, похоронен, а через три дня воскрес. Приветствуем второго. Атис, Фригия, 1200 лет до нашей эры. Рожден Девой Наной, 25 декабря. Распят. Воскрес через три дня. Митра, Персия. 1200 лет до нашей эры. Рожден Девой. Ну, уже хорошо. 25 декабря у него было 12 учеников, творил чудеса. После смерти был захоронен и через три дня воскрес. Его называли Истинной Светом. Днем поклонения Митре было воскресенье. Кришна. Индия. 900 лет до нашей эры. Рожден Девой Деваки. Приход обозначила звезда на Востоке, творил чудеса со своими учениками. После смерти воскрес. Дионис, Греция. 500 лет до нашей эры. Рожден Девой, что тоже хорошо, 25 декабря. Путешествовал, творил чудеса, такие как превращение воды в вино. Его называли царем царей Альфа и Омега и другими эпитетами. После смерти воскрес. Такие, получается, божественные пирожки. Конечно, есть какая-то ничтожная вероятность того, что все эти ребята и вправду родились 25 декабря, все были богами и все были преданы своими друзьями. Все были заверски казнены безжалостными врагами через распятие и воскресли после смерти. Но вероятность шести таких совпадений, включая библейского и Иисуса, настолько мала, что при серьезном анализе рассчитывать на нее просто неразумно. Здесь имело место совсем другие события. И для того, чтобы понять, что это были за события, и по каким причинам они произошли, необходимо найти дополнительную информацию, которая позволила бы обнаружить все части мозаики и правильно их сложить. К счастью, сегодня уже есть доступные источники информации, раскрывающие правду о прошлом нашей цивилизации. Эти источники и позволили нам узнать много такого, о чем мы даже раньше не подозревали. Пакт 1. У иудеев был свой Иисус. У иудаев действительно был пророк по имени Джоша. По-русски это имя звучит приблизительно как Иисус. Он действительно был иудеем и жил 2000 лет назад. И женой у него действительно была иудейка Мария, у которой была сестра Марта и брат Лазарь. Все точно, как в Библии написанной, кстати, средние века. Но жизнь того Джошуа послужила лишь инструментом, с помощью которого более 900 лет скрывались имя, судьба и деяния выдающегося человека, великого учителя и светлого воина. Речь идет о Радамире, сыне белого волхва, белого иерарха высокого уровня и ведуне Марии, родившемся в 11 веке нашей эры и не имевшем никакого отношения к иудеям. Это его послали спасать иудеев от поработивших их темных сил, князей пекельного мира. Это его они зверски казнили в Константинополе на праздник своей Пасхи в 1086 году нашей эры. По поводу празднования Пасхи есть очень интересный материал, и если у меня будет такая возможность, я с радостью поделюсь им со своими слушателями. Либо можно скачать его в текстовом варианте, называется статья «Как люди поразнуют Пасху» и расположена на сайте первосоветник.ком. Эта жизнь Радамира и борьбу священники извратили и замаскировали жизнеописанием малоизвестного иудейского пророка, чем-то не угодившего левитам 2000 лет назад. Обо всем этом впервые очень интересно и правдиво написала Светлана Левашова в своей замечательной книге «Откровения». Вот что она пишет о настоящем иудейском пророке Джошуа. Ты абсолютно права, Эзидоро. Как я уже говорил тебе ранее, сильные мира сего, кто создавал фальшивую историю человечества, надели на истинную жизнь Христа чужую жизнь иудейского пророка Джоша, жившего полторы тысячи лет тому назад, со временем рассказа Севера. И не только его самого, но и его семьи, его родных, его близких, его друзей и последователей. Ведь именно у жены пророка Джошуа иудейки Марии была сестра Марта и брат Лазарь, сестра его матери Марии и Якобы, и другие которых никогда не было рядом с Родомиром и Магдалиной, так же, как не было рядом с ними и чужих апостолов Павла, Матфея, Петра, Луки и остальных. Именно семья пророка Джошуа перебралась полторы тысячи лет назад в Прованс, который в те времена назывался Гаоу, в греческий город Массалия, теперешний Марсель. Так как Массалия в то время была воротами между Европой и Азией, и это было самим легким путем для всех гонимых в избежание преследования и бед. Иудейка Мария была доброй, но недалекой женщиной, выданной замуж очень рано, и она никогда не звалась Магдалиной. Это имя повесили на нее, желая соединить в одно этих двух несовместимых женщин. Чтобы доказать подобную нелепую легенду, придумали фальшивую историю про город Магдалу, которого во время жизни иудейки Марии в Галилее еще не существовало. Вот такие неожиданные и потрясающие сведения иногда узнаешь, когда находишь настоящую, неискаженную информацию, когда находишь и читаешь книги честных и мужественных авторов, не побоявшихся узнать и написать правду, за которую было забрано очень много жизней, лучших жизней. Возвращаясь к нашему расследованию по поводу праздника Рождества 25 декабря, мы видим, что здесь все не совсем так просто и ясно, как видится обычному человеку, просто регулярно поедающему рождественскую индейку и не вникающему ни в какие тонкости и подробности. Для себя специально искажено и запутано очень давно, тщательно и умело. Тем не менее, мы попробуем разобраться и в этом вопросе. Факт 2. История жизни Родомира. Вот на этом моменте я попрощаюсь со своими слушателями. Продолжение статьи вы услышите в следующем выпуске. Всего вам доброго и счастливого Рождества. Факт 2. История жизни Родомира. Видимо, сегодня действительно пришло время раскрывать тайны, скрывавшиеся от людей много веков. Не так давно нам разрешили узнать, что Земля не плоская, а имеет форму, близкую к сферической. Потом мы узнали, что Земля не центр мироздания, а что существуют другие планеты, звезды, галактики, Вселенные. Но самое главное, от нас по-прежнему стараются утаивать всеми силами и средствами. Самое главное, это то, что человечество не одиноко во Вселенной. Об этом пытался говорить казненный папскими бандитами Джордана Бруно. Еще в шестнадцатом веке он пытался рассказать людям о том, что Вселенная бесконечна, и в ней существует очень много обитаемых миров. И именно за это он был заживо сожжен папской инквизицией на костре. А в сознание людей старательно вбивалась идея о том, что Земля уникальная планета, и что человечество является единственным и неповторимым творением какого-то Бога. на самом же деле во Вселенной миллиарды цивилизаций. Желающих просветлить свой разум и отсылаю книги академика Николая Викторовича Левашова «Последнее обращение к человечеству». Миллиарды цивилизаций, в которых обитает невообразимое число совершенно разумных разных существ, эволюционирующих в различных условиях в разное время, разными способами и так далее. И продолжается все это не шесть тысяч лет, как утверждают лукавые церковники, а многие миллиарды лет. Между разными цивилизациями и их объединениями периодически возникают войны, иногда длящиеся миллионы лет. Опять же, более подробную информацию можно получить с материалов сайта «Пища.Ра». Такие войны и есть настоящие звездные войны, но ведутся они совсем не так, как показывают голливудские специалисты по обману и совсем с другими целями. Цивилизации, живущие на принципах творчества и созидания, мы называем светлыми силами, а цивилизации, стремящиеся не создавать, а отнимать созданное у других, то есть паразитировать, мы называем темными силами. Вот эти-то силы и сражаются между собой не на жизнь, а на смерть. Первые не хотят быть пищей для паразитов, а вторые не могут, но и не хотят жить иначе. Наша планета попала в сферу военных действий немногим более ста тысяч лет назад, и с тех пор на Земле постоянно происходят события, связанные с этой войной. Многие авторы пытаются как-то освещать эти события, но почти полное отсутствие сведений на эту тему и незнание базовой информации, фундамента, вокруг которого все можно правильно выстроить, не позволяет хотя бы немного приблизиться к истине. Впервые правду об этом написал академик Николай Левашов, выпустив в 2007 году первый том своей уникальной книги «Россия в кривых зеркалах». В этой книге он дал фундаментальные знания о том, кто мы такие, как и почему мы попали на эту планету, что с нами происходило раньше и происходит сейчас. Он дал как раз тот фундамент, вокруг которого теперь очень легко складывать остальные кусочки исторической мозаики жизни нашей цивилизации. Пока только в его книгах и в книге его жены Светланы Дороган-Левашовой содержится настоящая информация, прятавшаяся от всех нас многие столетия. Белый иерарх Радомир, которого убийцы позднее назвали Иисусом Христом, жил и сражался со слугами темных сил на земле, как и многие, многие другие светлые личности, сведения, о которых также утаиваются помощниками паразитов. У Радомира был родной брат Радан. Радомир был женат на ведунье Марии Магдалине, у них было двое детей, а его прямые потомки живы до сих пор. Никто из иудохристианских церковников вам ничего этого никогда не скажет. И не только потому, что не знает. Многие из них знают, правда, хотя бы частично, но молчат из идейных соображений, прекрасно понимая, кому они служат на самом деле и с кем именно всю свою недолгую жизнь боролся Радомир. Но правда, действительно нельзя уничтожить. В данном конкретном случае правда нашла дорогу к свободе столь необычным способом, что враги не смогли такого предусмотреть. Поэтому мы сейчас и можем читать то, что было скрыто от людских глаз многие сотни лет. И так представляем вам фрагменты описания реальной жизни Радомира и Иисуса Христа, взятые из первого тома книги Светланы Левашовой «Откровение». «Ты хочешь сказать, что кто-то из вас знал Христа? Но ведь это было так давно, даже вы не можете жить так долго». «Почему давно?» Изидора искренне удивился Север. «Это было лишь несколько сотен лет назад, а мы ведь живем намного дольше, ты же знаешь». «Но как же легенда? Ведь по ней с момента его смерти прошло уже полторы тысячи лет». «На то она легенда и есть». Пожал плечами Север. «Ведь если бы она была истиной, она не нуждалась бы в заказных фантазиях Павла, Матфея, Петра и им подобных. При всем при том, что эти святые люди ведь даже и не видели никогда живого Христа, и он никогда не учил их». «Скажи мне, Изидора, читал ли кто-нибудь на земле записи самого Христа?» А ведь он был прекрасным учителем, который к тому же еще и чудесно писал и оставил намного больше, чем могли бы даже представить думающие темные, создавшие его липовую историю. «Скажи» он жил здесь с 13 лет и уже тогда описал весь своей жизни, зная, как сильно ее залгут. Он уже тогда знал свое будущее, уже тогда от этого страдал. Мы многому научили его. Вдруг вспомнил что-то приятное, север совершенно по-детски улыбнулся. В нем всегда горела слепящая яркая сила жизни, как солнце и чудесный внутренний свет. Он поражал нас своим безграничным желанием ведать, знать все, что знали мы. Я никогда не видел такой сумасшедшей жажды, кроме может быть еще одной такой же одержимой. Его улыбка стала удивительно теплой и светлой. В то время у нас здесь жила девочка Магдалина, чистая, нежная, как утренний свет и сказочно одаренная. Она была самой сильной из всех, кого я знал на земле в то время, кроме наших лучших волхвов и Христа. Еще находясь у нас, она стала ведуней Иисуса и его единственной великой любовью, а после его женой и другом, делившим с ним каждое мгновение его жизни, пока он жил на этой земле. А он, участь и взрослея с нами, стал очень сильным ведуном и настоящим воином. Вот тогда и пришло его время с нами прощаться, пришло время исполнить долг, ради которого отцы призвали его на землю. И он покинул нас, а вместе с ним ушла Магдалина. Наш монастырь стал пустым, холодным, без этих удивительных, уже теперь ставших совершенно взрослыми детей. Нам очень не хватало их счастливых улыбок, их теплого смеха, их радости при виде друг друга, их неуемной жажды знания, железной силы их духа и светлых их чистых душ. Эти дети были как солнце, без которых меркла наша холодная размеренная жизнь. Матеора грустила и пустовала без них. Мы знали, что они уже никогда не вернутся и что теперь уже никто из нас более никогда не увидит их. Иисус стал непоколебимым воином, он боролся со злом и яростней, чем ты, Зидора, но у него не хватило сил. Север поник. Он звал на помощь своего отца, он часами мысленно беседовал с ним, но отец был глух к его просьбам, он не мог, не имел права предать то, чему служил. Ему пришлось за это предать своего сына, которого он искренне и беззаветно любил. В глазах Севера к моему великому удивлению блестели слезы. Получив отказ своего отца Иисус, так же, как и ты из Эдора, попросил помощи у всех нас, но мы тоже отказали ему. Мы не имели права, мы предлагали ему уйти, но он остался, хотя прекрасно знал, что его ждет. Он боролся. До последнего мгновения боролся за добро, за землю и даже за казнивших его людей. Он боролся за свет, за то, что люди в благодарность после смерти оклеветали его, сделав ложным и беспомощным Богом, хотя именно беспомощным Иисус никогда и не был. Он был воином. До мозга ребенком пришел к нам. Он призывал к борьбе. Он кушал черное, где бы оно не попадалось на его тернистом пути. Здесь мы прочитали с вами выдержку из главы 37 Матеора в первом томе книги Светланы Левашовой Откровения. Вот какова правда. Она действительно неизмерно значимей, интереснее, насыщеннее и красочнее, чем выдумки иудо-христиан, растиражированные в Библии миллиарды раз и навязанные силой всему миру. Правда таких личностей не только восхищает. Она позволяет нам понять, кем мы являемся в действительности, почувствовать, что мы и есть самые настоящие люди, потомки великих славяно-ариев, колонизировавших землю более 600 тысяч лет назад и не склонивших головы перед опасностью нашествием паразитов темных сил. Такая правда вдохновляет и окрыляет. Она подсказывает, что нужно делать. Она призывает не склонять головы и не опускать взор, а смело смотреть в глаза опасности, быстро анализировать ее и делать все возможное и невозможное для того, чтобы остановить врага и не дать ему покорить и уничтожить наш славный народ, нашу родину, нашу планету. Именно поэтому и прячут правду враги человечества. Именно поэтому они искажают и уничтожают все, до чего могут дотянуться их грязные липкие коптистые лапы. Еще они очень боятся правды. Они до судорог боятся того, что люди узнают правду о них, об их преступлениях, творившихся несколько тысяч лет, об их сегодняшних планах по уничтожению практически всего населения Земли. Они боятся всего и живут в этом страхе всю свет на реальные события, происходящие на Земле и за ее пределами. Однако их время кончилось. Они не успели завершить кровавый план темных на Земле в течение последней ночи Сварога и в итоге потерпели поражение в этой длительной бескомпромиссной битве. А правду действительно уничтожить невозможно. Только полные невежды могут надеяться сделать нечто подобное. Факт 3. Настоящего Иисуса убили 900 лет назад. В нашей поиске настоящая дата рождения Родомира Иисуса Христа пока не привели к успеху, но зато мы нашли точную дату его убийства. Это произошло совсем не 2000 лет назад, а 16 февраля 1086 года нашей эры. Отсюда конечно можно приблизительно вычислить и год его рождения, основываясь на утверждении Библии, что он прожил уже давно не верим ни одному слову из-за лживой книги. Да и дате 25 декабря это скорее всего не имеет никакого отношения, вот что написало времени убийства Родомира академик Николай Левашов в разделе 2.30 2.30 главы 1. тома книги «Россия в кривых зеркалах». Распятие реального Иисуса Христа происходило ранней весной, когда его сила была на минимуме и он уже был не в состоянии блокировать все воздействия иудейских первосвященников на народные массы, о чем весьма подробно написано в Новом Завете. Ярослав Кеслер, просто прочитав англоязычную версию Библии, обнаружил существенное расхождение с русскоязычной версией. Это позволило ему сделать уверенное заявление о месте казни Иисуса, которое состоялось в Константинополе, а не там, где расположен сегодняшний Иерусалим. В своей статье, где был распят Христос и когда жил апостол Павел, он пишет следующее. Традиционно считается, что распятие Христа произошло на холме Голгофа в том самом Иерусалиме, который на этом же месте существует до сих пор. Об этом вам рассказывают на всех языках мира канонические Евангелия. Тем не менее, в самих Евангелиях содержатся прямые указания на совершенно иное место совершения этих драматических событий, в частности, место действия. Однозначно указано в английском варианте послания святого апостола Павла Галатам. Оно гласит, «Кто неразумные Галаты, кто заколдовал вас, чтобы вы не подчинялись истине, на чьих глазах Иисус Христос был со всей очевидностью выставлен на показ, распят среди вас?» Единственный центр региона проживания Галатов находился на Босфоре, как бы его ни называли, Царьград, Константинополь или Стамбул, Царьград и его лысая гора Бекоз, это и есть место великой трагедии напротив Гулгата, то есть по-шведски «золотых ворот», место, превратившееся в Голгофу для Иисуса Христа. Так что, согласно рассмотренной фразе из Евангелия, распяли Христа, Галаты, Иудеи в Царьграде, а совсем не в нынешнем Иерусалиме. Николай Левашов разъясняет, каким образом церковникам удавалось всех так ловко обманывать на протяжении многих веков. Оказывается, все дело в отсутствии у нас необходимых сведений, необходимых знаний. Мы просто не знали раньше, что десять веков назад и Иерусалимом назывался не какой-то конкретный город, как сегодня, а тот город, где находилась ставка первосвященника. Когда штаб-квартира первосвященника перемещалась, Иерусалимом начинали называть другой город. Аналогом термину Иерусалим служит термин столица, город, в котором находится правитель, правительство страны. Если правительство переезжает в другой город, то уже он начинает называться столицей. Так вот, не знание нами такой простой вещи позволяло врагам перевернуть все с ног на голову и обманывать нас очень длительное время. Однако, как утверждает русская пословица, сколь веревочке не виться, все равно конец будет. Так и здесь. Правда, все равно стало известно. Пусть пока в общих чертах, но главное найдено. Найден правильный фундамент, на котором теперь будет легко собирать воедино все остальные звенья познания. В пятой главе второго тома книги «Зеркало моей души» Николай Левашов рассказывает о том, как были определены точное место и точная дата убийства Радомира. Они оставили в Новом Завете информацию, которая полностью разоблачает их фальшивку. Дело в том, что согласно летописям и расчетам математиков полное солнечное затмение было в Константинополе в 1086 году, а согласно все тем же летописям удалось привязать время распятия Иисуса Христа к Константинополе уже намертво, потому что полное солнечное затмение и землетрясение было в Константинополе 16 февраля 1086 года. Как видите, врагам человечества не удалось полностью скрыть правду. Не успели они сделать из нас безмозглых овец, которые кроме как корма ничему не интересуют. Поэтому и обнаруживаются все новые новые кусочки реальной мозаики нашего прошлого, которые позволяют узнать и понять, что происходит, кто виноват и что делать. Выводы В конечном итоге мы нашли причину того, что день 25 декабря сделали религиозным праздником Рождеством Христовым. И здесь все оказалось довольно тривиально, как и во всем, что касается иудохристианства, здесь имеет место большой обман. Дело в том, что день зимнего солнцестояния 21 декабря самый короткий световой день в году давно и постоянно отмечался многими народами, как и многие другие ведические праздники. Когда христианство начало набирать силу, оно постаралось исковеркать все хорошее, что несло в себя ведическое мировоззрение и вместо ведических праздников подставить свои, потихоньку изменив их суть и смысл. С этой целью они придумали культ Бога-человека, который якобы рождался 25 декабря, мученически умирал за грехи людей и воскресал на третий день. В разных странах и в разное время этот культ мог иметь разные названия, но суть его от этого не менялась. Это был лунный культ, культ смерти, культ социальных паразитов. В Египте в 7 веке до н.э. этот культ назывался культом Азириса, в Малой Азии культом Атиса, в Сирии культом Адониса, на земле Хромийской империи культом Дионисия, сейчас он называется христианством. Паразиты просто меняли имя придуманного Бога-человека, добавляли в каждый новый культ немного местного, колорита и социальное оружие, заточенное под конкретный народ, было готово. Вот откуда появился светлый праздник Рождество. В книге «Библейские картинки» или «Что такое Божья благодать» мы приводим небольшую таблицу, показывающую, как ведические праздники присвоило себе христианство. Эта информация показалась достаточно важной, чтобы привести ее и здесь. Дата 6 января Русский праздник Праздник Бога Велеса Христианский праздник Рождественский защельник 7 января Каледа У христиан Рождество Христово 24 февраля День Бога Велеса Покровитель скота У христиан День Святого Власия Покровитель животных 2 марта День Марены Христианский праздник День Святой Марии Анны 7 апреля Масленица Отмечается за 50 дней до Пасхи У христиан Благовещение 6 мая День Дашбога У христиан День Святого Георгия Победоносца 15 мая День Бориса Хлебника Праздник первых ростков У христиан Перенесение мощей Благоверных Бориса и Глеба 22 мая День Бога Ярилы Бог весны У христиан Опять перемещение мощей Но уже Светлого Николая Весеннего Приносящего теплую погоду 7 на 6 Три глав Языческая Троица Перун Сварог Святовид Христианский праздник Святая Троица Христианская Троица 6 на 7 Русальная Неделя У христиан День Аграфенной Купальницы С обязательным купанием 7 июля День Ивана Купалы Во время праздника обливали друг друга водой Купались А у христиан Это Рождество Иоанна Крестителя 2 августа День Бога Перуна Бога Грома У христиан День Святого Или Пророка Громовержца 19 августа Праздник Первых Плодов Ну там у них Праздник освящения плодов 21 августа День Бога Стрибога Бог Фетров У христиан День Мирона Ветрогона Приносящего ветер 14 сентября День Волхвозмеича У христиан День Преподобного Симона Столпника 21 сентября Праздник Рожениц У христиан Рождество Богородицы 10 ноября День Богини Макоши Богини Пряхи Предыдущей Ниц Судьбы Там День Параскевы Пятницы Покровительственные сшитья 14-11 В этот день Сварог Открыл людям железо У христиани Конечно что-нибудь Придумывают Что-то новое Козьмы Диамина Покровителей Кузнецов И 21 ноября День Богов Сварога И Семаргла Бога Неба И Бога Огня Там Михаил Архангель Ну что Вроде бы Чужие праздники Не такое безобидное действие Как может показаться На первый взгляд Но Паразиты знали Что делали Их целью было Вытеснение Из сознания народа Внутренней сути Ведических традиций Другими Совершенно противоположной Природой При почти полном Сохранении Внешних Атрибутов Праздника И делалось это Так искусно Что подмена Солнечного Жизнеутверждающего Ведического Культа жизни Лунным культом смерти Практически не замечалось А генетическая память Народа Потихоньку Засыпала Стремление Так же Они не только На самом деле На самом деле Все это Обман Папы знают Что Иисус Был светлым Богом Совсем не таким Как бандит Иегова Которому они В действительности Молятся Именно поэтому Они принуждают Свою паству Представлять Иисуса Родомира Не иначе Как распятым И умирающим Они его Ненавидят А Объясняют Это уже разными Незатейливыми Но Очень привлекательными Для паства Выдумками Типа Утвердительного Аптового Искупления Грехов За все человечество И некоторые Этому бреду Верят И ходят в церковь И молятся И даже глядя На истерзанное тело Иисуса Родомира Не понимают Что они молятся Тем Кто его мучил И убивал Кто навсегда Старался Завладеть нашей планетой И нашими жизнями Но От себя лично Могу сказать Лишь то Что Я очень слабо Представляю Чтобы Сам я Или кто-то Из моих знакомых Запечатлел День смерти Своих Друзей Близких Не знаю Родителей И потом Вот это вот Чудо Повесил А не до бог Еще смерть Была достаточно Трагическая Как у Родомира Это потом Повесил у себя В квартире В доме Бр Ну и в заключение Еще одна небольшая Цитата Из книги Светланы Левашова Откровения В этой цитате Очень многое Объяснено И растолковано И каждое Последующее Ее прочтение Добавляет Новое знание И понимание Как будто В тексте Становятся доступными Все новые и новые Уровни информации Все это Возмутительная История Двух Иисусов Была намеренно Так перемешана И перепутана Чтобы простому человеку Казалось Слишком сложно Доискаться До истины И только лишь Те, которые По-настоящему Умели мыслить Видели Какую сплошную Ложь Несло христианство Самое жестокое И самое кровожадное Из всех религий Но я как говорил Тебе уже ранее В большинстве Своем люди Не любят Думать Самостоятельно Поэтому они И принимали И принимают На веру Все Чему учит Ирибская церковь Так было удобно Так было всегда Человек Не был готов Принимать Настоящее учение Родомира И Магдалины Которое требовало Труда И самостоятельного Мышления Но зато Людям всегда Нравилось И имя Добрялось То, что Было предельно Просто Что говорило И во что Надо верить Что можно Принимать А что Должно Отрицаться Вот так Тема настолько Интересная Что Дмитрию и Елене Пришлось Волевым усилием Как они пишут Ограничить себя В размере статьи Мы фактически Прошлись только По вишкам Остались нетронутыми Более глубокие Интересные И важные темы Однако Мы надеемся Что заинтересованный Читатель Теперь и сам Достаточно легко Сможет найти Нужные ему сведения Практически Вся информация Выложена Для свободного Копирования На наших сайтах И в рассылках Читайте на здоровье Это так интересно Дмитрий Байда И Елена Любимова 24 декабря 2009 года Сайт Советник Путеводитель По хорошим книгам